Калачи Посреди степей северного Казахстана, в пяти сотнях километрах от столицы, расположился маленький поселок Калачи. В 2013 году жители Калачей невольно привлекли к себе внимание ученых и журналистов из многих стран. На поселок напала таинственная сонная болезнь. Люди спали сутками напролет, и разбудить их почти не получалось. Вот лег вот сюда, вот на это место лег, я лег вот так, вот лежал. И как у меня рука вот так лежала, так я и ушел. После ряда исследований врачи предположили, что сонная болезнь – это энцефалопатия неизвестного генеза. Но жителям Калачей это объяснение не помогало. Люди продолжали засыпать. Когда совершенно разные и по полу, и по, как сказать, социальной принадлежности, и молодые, и дети стали поступать, и пожилые, и работающие, и неработающие. В Калачи приехали ученые, которые искали причину сонной болезни буквально во всем. От высокой концентрации углеводорода на заброшенных еще в 90-е урановых шахтах до обычного печного дыма. Жители в Калачах топят свои дома углем и дровами. Здесь мы исследуем поступление с атмосферным воздухом, фактора, который, возможно, вызвал проявление сонной болезни. Весной мы проводили здесь работы, делали измерения радиационного фона радона, отбирали пробы окружающей среды, продуктов, воды. И на основе этих исследований мы пришли к выводам, что данные радиационной нагрузки не смогут вызвать такие именно последствия. В 2015 году сонная болезнь прекратилась так же неожиданно, как и началась. Но люди уже начали покидать поселок. Кто-то согласился на компенсацию и получил квартиру в районном центре города Исиль, а кто-то бросил дом и переехал на собственные средства. Но остались и те, кому ехать некуда, а размеры, обещанные властями компенсации, не устраивают. Так в Калачах остались 124 семьи, которые теперь хотят добиться от государства обещанной помощи. Все началось неправильно. Мы не хотели вообще никуда перетеляться. Вообще. Когда вот это сонное царство началось, болезнь эта, мы обратились в пять министерств в письменном виде. Мы не просили нас переселять, мы попросили найти, устранить причину засыпания. Они по очереди ездили к Улагин Сергею Витальевичу своим заместителем Атаровым. И это самое. Проблемы решали, решали. В очередной раз приехали и сказали нам следующее буквально. Мы приняли решение, мы посовещались. И как бесперспективный населенный пункт мы вас решили переселить. А они взяли и вот такую проблему решили раз и все одним махом. Сколько людей уехало, сколько уже умерли бедные на нервной почве, наверное. А мы вот сидим теперь. Пускай вернут нам то, что они нам должны вернуть. Они забрали, они построили в Кочетаве дома. Сказали не для нас. А деньги-то наши. И должны были получить мы. А никто, ни один человек не получил. Сейчас про эту болезнь смысл говорить. Болезнь была, болезни нет. А все, что остальное, что мы здесь остались брошенные на произвол, об этом никто из журналистов не говорит. Да, никто, правда. Никто. Потому что, да, мы требовали компенсацию. Нас оставили. Мы не согласны были с переселением. Нас здесь оставили, бросили. Как хотите, так выживайте. Но эта проблема ни одним журналистам не озвучена. Сегодня Калачи – это полупустой поселок, состоящий из узких улочек с разросшимися деревьями во дворах покинутых домов. По разбитому асфальту туда-сюда гоняют мотоциклы. Самый популярный транспорт на селе. Центральная улица Калачей до сих пор носит имя Ленина. Здесь даже сохранился памятник. Каменный Ильич простирает руку в сторону единственного на весь поселок продуктового магазина. Мы гуляем по Калачам с местной жительницей Гульнарой Нгумановой, которая вспоминает, что именно отсюда, с улицы Ленина, и началась сонная болезнь. В то время Гульнара была соцработником и ухаживала за спящими. Началась с этого бара сонная болезнь. Построили вот эту вот площадку детскую. В дневниках стали писать, чтобы мы детей не пускали на детскую площадку, потому что тут идет очень сильное излучение. Излучение какого характера вам? Радиоактивное. Там дальше идет рудник по прямой линии. И вот как раз вот это была спячка. Вот здесь вот мужчина, первая жертва, считай, пожилой. Сначала ставили ему инсульт. Он скончался в больнице. Но не приходя в себя. Люди тоже ничего не помнят, ничего не знают. Я сама заснула, ухаживая за подопечной, которая засыпала 8 раз, 3 раза на Новый год. И вот один из Новых годов, 15-го года, и я уснула. Я проспала 5 суток в коме. Еще 5 суток, я не помню, что я там делала. Как и многие односельчане, Гульнара считает, что сонная болезнь была целенаправленным отравлением. По мнению людей, кто-то хотел, чтобы они навсегда покинули калачи. У меня есть знакомые, которые тут геологоразведкой занимались. Тут и серебро, и золото, и все, что хочешь. Я думаю, что это вот благодаря вот этому, что китайские власти хотели тут что-то организовать. Больше я причин не вижу, для чего нас надо было травить. Сначала было непонятно, с какой целью. Потом в газете написали, что хотят китайские... Короче, фирма открыть тут какую-то фабрику по изготовлению бумаги, целлюлозы, картона. Из соломы вот это вот делать. Часть отправлять в Китай, часть оставлять упаковочный материал здесь. Сразу было написано, что немного китайских жителей будет, ну как рабочих, из числа рабочих. Мы идем домой к местному активисту Виктору Николаевичу с писательской фамилией Лукьяненко. Уже 20 с лишним лет он пытается выяснить, куда же пропадают деньги, выделяемые государством на развитие села. И почему жители Калачей до сих пор не могут получить ту помощь, на которую рассчитывают. Была последовательность какая-то. Сейчас подошли к точке коррупции. Пропали миллиард с лишним. Значит, люди возмущены, люди удручены, что так с ними поступили. Нанесен моральный, имущественный, имущественный вред. Значит, надо миллиард с лишним этот вернуть, отдать людям компенсацию выплатить. Поскольку эта территория пригодна к проживанию. То есть это был какой-то теракт против народа. Важно было людей, значит, убрать отсюда и китайцев мотать территорию. За годы переписки с различными ведомствами у Лукьяненко накопилось столько бумаг, что хватит, пожалуй, на пистолярный роман. Но чиновники, считает активист, живут словно в параллельном мире и совершенно не слышат просьбы людей. Потом вот заместитель Акима Кмолинской области дает такую информацию, что с областного бюджета выделено 684 миллиона 379. Опять же для Калачей-Красногорска на переселение указывает вот тот миллиард 983, что общая сумма уже становится там за 2 миллиарда с половиной. И строят всего-навсего три дома. Один в Державинке, два виселя. Лукьяненко и местные активисты считают, что если уж власти не сумели справедливо переселить из поселка всех желающих, то теперь должны возместить сельчанам компенсацию. А в ожидании справедливости пенсионер живет в скромном домике на окраине Калачей, куда переехал и соседнего поселка Красногорский, где после того, как закрылись урановые шахты, жить стало совсем не в Моготу. О, вот так мы живем. И в то же время нам говорят, а есть люди, которые еще хуже живут. Я говорю, ну давайте сделаем, чтобы тогда и вы живите так же, как и мы живем. Вы живите тоже, как мы живем. Но пока Виктор Лукьяненко и его односельчане вынуждены надеяться только на себя. Как, например, с вопросом водоснабжения. Несколько дней назад в Калачах сгорел насос, который обеспечивал питьевой водой близлежащие дома. Сосед Валера привез из райцентра новый. Теперь они должны самостоятельно наладить подачу воды. К пустому корыту в ожидании воды подходят коровы. Они привыкли приходить сюда на водопой. Ну а чтобы напоить животных в зимнее время, сельчанам приходится каждый день гонять их на реку. Коровы идут, они тропы натаптывают. Идешь за ней следом. Она дорогу сама знает, где воду пить. От прорубь открыл, они напились. Все, гонишь домой. Я года 4-5 назад, наверное, от своего дома, метров 200, наверное, от волков отбивал корову. Я думаю, что они не идут. Я за ними иду, а у меня талы. Ну, такая талина где-то, метровый кусок. Подгонять коров. Они не идут. Гоню, гоню. А потом они заросли шиповника так. Прошли и как ломанули бегом бежать. Я смотрю, а там волк сидит, притаился. Он хорошо меня увидел. Если бы он меня не увидел, он порвал бы скотину. Попадешь с первого раза. Все, давай. Все. Подтаскивай. Поехали. Что ты там? Ничего. Затупился. Сейчас. Чуть-чуть. О, что это я пробовал? Сейчас, я свяжу за внимание. Привязывай к крышу. Да нет, как плохо. На камере будет висеть. Все нормально? Вот и все. Ну, Аллах, включай. Благослови. О. Включился? Сейчас зашует. Булькай, булькай. Вот у нас вода намного лучше, чем у калача. Ай, какая мягкая. Мягкая, мягкая. Чистая. Буквально через дорогу от Калачей громоздятся развалины поселка Красногорский, где уже давно не осталось ни воды, ни работы, ни людей. Когда-то рядом с Красногорским разрабатывали урановые шахты, и люди приезжали сюда со всего Советского Союза. Сейчас от шахт тоже остались одни руины. В 90-е, когда добычу урана в этих краях заморозили, шахты затопили, а в многоэтажных домах пропало электричество и отопление, люди побросали свои квартиры и разъехались кто куда. На дверях многих подъездов до сих пор сохранились замки, но эти дома вряд ли уже дождутся своих хозяев. В единственном уцелевшем доме мы находим семью Кисляковых. Они уже давно живут в Есиле, а сюда приезжают как на дачу, купаются, рыбачат и дышат свежим воздухом. А вы здесь жили или как? Мы жили здесь, да, мы в Есиле переехали, да? Переехали, как переехали? Переселили нас. А вас переселили все-таки? Да. Это после того случая в Калачах? Да, да. А можно подняться к вам поговорить? Где посадить? Людмила Кислякова показывает свой немудреный дачный быт. Скромный ремонт, домашняя утварь и печка, без которой в красногорских квартирах перезимовать было невозможно. У нас буржуйка была сначала, такая кругленькая на пятом этаже, а тут уже с печкой. Стены не снимай. Все, тут обои поблазили. В новую квартиру в Есиле, пусть и более тесную, Кисляковы переехали безо всякого сожаления. Вы согласились на такой обмен? Почему вы согласились? Ну, сначала отказывались, конечно, потом думали, все равно уголь таскать, дрова. Мы на пятом этаже жили, а потом сюда я здесь купила квартиру. Вообще, моя личная квартира на пятом этаже, двухкомнатная. А здесь я уже уехал, я пусть здесь купила. На втором этаже уголь, таскать, дрова. Конечно, уже старые, устали уже. Вроде сначала не хотели, а сейчас мне понравилось. Там квартира хорошая у меня, большая однокомнатная квартира. Сколько квадратов? 41. 41? Да, хорошая квартира. Все, тепло, красота, вода. А когда, получается, все начало приходить в упадок? Вот именно в таком состоянии, в котором мы приехали. То есть, это разрушенные дома многоэтажные, сгоревший дом культуры здесь рядом. Это нечаянно там, наверное, все-то подожгли. Дом культуры. Да, его разбирали уже до этого. Когда упадок? Когда стали разъезжаться люди, когда вот начало все это, разъединение. Так что отсюда начали уезжать многие. В 90-е? Да. В 90-е? В 94-е? Да. В 96-е годы все это уже там уже, после 96-го уже, конечно, много уже квартир пустых было. Ну, все. Когда отсюда переезжали, уже тут не так много было народу. Ну, ничего. В Силе нормально жить. Привыкли уже в 4 года. Почему тогда сюда приезжаете? С дачи. Ишим. Дети приезжают. А так, в Силе куда приехать? В Голдову бегать. Путь из Калачей до Исилия – это 34 километра совершенно разбитой дороги. Люди уже не надеются, что когда-нибудь здесь положат новый асфальт. Это только для них, калачинцев, поселок еще кажется перспективным. Другие же, считают сельчане, давно поставили на нем крест. В Есилии бывшие калачинцы живут в новеньких домах из красного кирпича, которые яркими пятнами сверкают на фоне потеревших от времени и пыли советских пятиэтажек. Даже во дворах этих домов сохраняется сельский уклад. Дети играют на улице без гаджетов, повсюду разбиты аккуратные клумбы с цветами и соседи, которые знают друг друга уже много лет. Любовь Белькова переехала из Калачей в Исилии 4 года назад. Более просторное жилье в поселке она обменяла на однушку в новостройке райцентра. Я одна живу, у меня однокомнатная квартира, а дочь у меня на четвертую, у нее двухкомнатная. Вот, проходите, здесь вот, вот тут, здесь вот комната у меня, для меня хватает. Здесь у меня моя спаленка так, ниша сделана. Здесь вот комнатка, там кухня у меня. Все нормально, все хорошо, тепло, жарко зимой. Котельная нормально работала, все хорошо. Когда калачинцев только-только начали переселять в Исиль, люди получили эти квартиры как арендное жилье. И лишь спустя время власти разрешили их приватизировать. А куда деваться-то? Уже все. Хотя там и места у нас прекрасные, и все-все там у нас было. Ну ладно, дали собственность, спасибо за это. Ну а сейчас я не жалуюсь. Вот, вожусь с клумбами. Любовь Белькова, наверное, рекордсмен по числу приступов сонной болезни. Она засыпала восемь раз. Для нее, как и для других калачинцев, причина сонной болезни навсегда останется загадкой. Это сколько институтов приезжало из Карагандетта, все-таки какие-то анализы все брали, брали. И вообще-то, знаете, по идее нам не сказали, о чем мы засыпали. Хотя институт ядерной физики-то работал, рядом в подъезде они жили у нас 4 года, но мы так и не знаем. Нам официально не сказали. Несколько раз мы пытались встретиться с районным руководством или хотя бы взять комментарий по телефону, чтобы чиновники рассказали, каким будущей калачей видит государство. Но ни одна из этих попыток не завершилась какой-либо содержательной беседой. Ну, дело в том, что я сейчас в отъезде. Вы сколько будете еще? Мы будем еще сегодня и завтра, получается. А, ну, завтра я здесь буду, да, на месте. Если этот, давайте так, я вам сейчас номер дам зама своего. С ним переговорите, хорошо? Да, хорошо. Если он не против, если он может встретиться, то, конечно, с удовольствием. Да, да, конечно, что он будет. Но и заместитель района Вакима, Нурлан Саматов, не сумел с нами встретиться. По телефону отвечал, что занят и находится на совещаниях, но в Акимате его найти не удалось. Ну и журналисты радио «Азатык» договорились с Нурланом Ажитовичем встретиться. А он здесь сейчас? Нету. А вы расскажете, сегодня был он или будет? Был. Был. Уехал. Давно уехал? Ну, не знаю, может, сейчас, может, этот. Жители Калачей говорят, что уже давно привыкли к тому, что власти игнорируют их просьбы. И даже на вопрос, как найти Акима вашего сельского округа, нам просто отвечают. И не пытайтесь с вами разговаривать, он не будет. При этом калачинцев не покидает надежда на то, что их жизнь когда-нибудь, да и изменится в лучшую сторону. Они по-настоящему переживают за судьбу своей малой родины и даже пишут стихи, чтобы власти наконец-то их услышали. Красногорск и Калачи под бременем обид, под игом наглого насилия, как ангел опускает крылья, как женщина теряет стыд. Безмолвствует народный гений и голоса не подает. Не в силах сбросить и голени в степях затерянный народ. И дети наши в интернате, и старики всю ночь не спят, и шлют властям о непроклятии, ведь старым нечего терять. А власти, что же наши власти считают бережно бабло, и жадно пьют сладкое вино, а ветер ломится в окно, взывая к совести и чести. Субтитры создавал DimaTorzok